Приветствую вас! Вариантов здесь несколько. Вариант первый. Вы просто-напросто высыпаетесь, у вас происходит восстановление сил и спать вам больше не хочется. Соответственно, тут нужно корректировать, скажем так, ваш образ жизни, чтобы вы, значит, ложились, может быть, позже, сильнее уставали, чтобы спать хотелось больше. Вот. То есть, тут вот такие могут быть варианты, да? Вот. Это вариант именно на отдых, ставка на отдых. Вот. А дальше идём. Ещё как вариант, это то, что вы тревожитесь. Ну, просто по какому-то поводу, да, неважно, по какому, просто по какому-то поводу тревожитесь. Вот. Такое, в принципе, тоже вполне может быть. Вот. Тут нужно разбирать, в чём, собственно, суть тревоги. Да? То есть, что вас беспокоит, может быть нервирует что-то и так далее. То есть, тут вот нужно разбираться именно с этим моментом, если что-то есть такое. Значит, дальше. Да, дальше идём. Вам может сниться что-то. То есть, ваши сновидения, они могут, вот, как раз, провоцировать ваш, ваш, значит, ваш отход ото сна. И, соответственно, сон может давать вам, ну, как раз, вот, это вот, пробуждение. И, соответственно, именно из-за снов вы и пробуждаетесь. По факту, по факту, по факту, данный аспект, если он действительно есть, его нужно анализировать. Потому что, если не анализировать его, то вы будете проспаться. Сон, это всегда что-то означает, сон это всегда, ну, всегда что-то значит, вот. И, соответственно, вам нужно обязательно определить, что именно. То есть, сны, это, по факту, это подтверждение, это сигнал о том, что вы в чем-то нуждаетесь, вы чего-то хотите, ну, вот. И, какие-то ваши желания, они не являются реализующимися сейчас, вот. На данный момент. И, мне представляется ситуация именно такой, что вам нужно, вот, как раз, вот, в данном аспекте, да, и, значит, соответственно, поработать. То есть, что это за сны, чего вы хотите, какой конфликт скрывается за сновидением, вот. Эта работа, скорее, психоаналитическая и работа по толкованию и анализу ваших снов, ваших сновидений, вот. Вот так вот, я думаю, можно вам ответить, если вас мучает бессонница, и если ничего плохого в вашей жизни не происходит, ничего такого, что могло бы повлиять на вашу сонну, например, никаких раздражающих факторов, никаких тревожных моментов, если ничего этого нет, то в этом случае я рекомендую вам обратиться к врачу, потому что, ну, иногда бессонница бывает из-за каких-то физиологических причин, вот. Может быть, из-за гормонального сбоя, может быть, из-за, ну, из-за обмена веществ, то есть тут нужно разбираться, вот. И в заключении, прежде чем закончить, я бы хотел заметить то, что вот вы очень мало написали о своей проблеме. То есть совсем чуть-чуть, одну строчку буквально, два слова. Из этого я делаю вывод, что, может быть, вам не так важно решить эту проблему. Но, если вам не так важно решить эту проблему, то зачем вы тогда хотите её решить? Для чего вы тогда пытаетесь её решить, если вам не важно? А если вам важно, то я не видел у вас особого желания её решать. Может быть, вы не хотите её решать? Может быть, вам не выгодно её решать? Может быть, то, что вы просыпаетесь, даёт вам какую-то вторичную выгоду, которую вы, может быть, на первый взгляд не замечаете, но она есть. Если так, то с этим тоже нужно работать, безусловно. Просто хотя бы для того, чтобы вы, ну, немного лучше себя понимали и немного лучше отдавали себе отсчёт в том, что происходит и почему. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я вам желаю всего самого доброго и удачи.